Рынок недвижимости за последние пару месяцев серьезно лихорадило. По данным риэлторов, после 24 февраля спрос на жилье резко замер, затем также резко оживился. В середине марта случился ажиотаж, особенно людей интересовали новостройки. Застройщики даже пытались всячески сглаживать ситуацию. Один из застройщиков выставлял новый объект в продажу в воскресенье вечером. При этом уже к концу вечера все было забронировано. Другой застройщик в 12 ночи, например, открывал бронирование, при этом в 12.15 бронирование было остановлено из-за того, что все лоты были разобраны. Слезы и истерики были позже. Риэлторам пришлось успокаивать клиентов, когда один из банков пообещал в конце марта выдать ипотеку по старой ставке, но обещания не сдержал и сделки сорвались. Сейчас рынок стоит, спроса нет как на новостройки, так и на вторичку. В перспективе, считают риэлторы, это может привести к снижению цен. Что сейчас пользуется спросом, так это частные дома. Способствуют этому сельская и семейная ипотеки, где ставка не превышает 6%. Что будет со строительством и ремонтом социальных объектов – большой вопрос. Герподрядчики выходить на объекты не собираются, потому что они не отвечают по ценовой составляющей, но требуем сегодняшнего дня. Потому что, ну, заведомо идти на убыточный объект, не пересчитанный, но, наверное, самоубийц здесь нет. Суть в том, что еще в прошлом году сильно выросли цены на металл и стройматериалы. Те контракты, которые подрядчики уже разыграли, оказались убыточны. Цены продолжают расти и после 24 февраля. Увеличиваются и транспортные расходы. Подрядчики не знают, что делать. Цены выросли там, говорят, там 10%, 15%. Да вы по сегменту-то срезы сделаете полностью. Мы делали эти срезы по сегменту. Там 100%, а где-то и 250%. А сегодня еще и импортозамещение. А импорт чем замещать? Когда у нас многие составляющие у производителей, а не европейского производства. Главная тема всех этих событий заключается в том, что никто не понимает, а главное боится. Потому что есть просто откровенное выражение, что лучше пусть сниму с работы, но меня не посадят. Многие за круглым столом отмечали, что меры поддержки строительной отрасли, принятые на федеральном уровне, в нашем регионе не работают. К примеру, в Москве предложили авансировать подрядчикам 50, а то и 70% стоимости контракта. Но у нас в крае такого документа нет. И это лишь один пример. То, что принимает федеральная правительство, надо быстрее принимать здесь, на местах. Сегодня пакета много принято уже. Но основные. Это и по аренде земли, это и по определению единственного поставщика, пересмотр контрактов. То есть нужно вот эти сдвинуть и принимать смелее решение. Тогда это пойдет, и строители поймут, что им будут возмещаться, и они будут строить, им будут возмещаться затраты по этим объектам. А пока подрядчиков остается все меньше, крупных можно уже пересчитать по пальцам. К слову, приглашенные на круглый стол представители регионального Минстроя на заседание не пришли. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.